Приветствую вас. Есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Во-первых, то, что вы написали в начале своего сообщения, значит, вот сейчас, смотрите, я зачитаю, значит, так. Итак, пять лет в отношениях с парнем, уже много всякого случалось, я уверен, что он меня любит, и рано или поздно мы поженимся, но не уверена, что люблю его. У меня чувство не играет важную роль, мне кажется, мужчина должен любить больше. Вот откуда у вас эта мысль? Вам кажется, что мужчина должен любить больше? Должен любить больше кому? Кому он должен? Вам? Себе? Знаете, в отношениях действительно очень часто бывает так, что любят только один партнер. В отношениях действительно очень часто бывает так, что один любит, другой позволяет себя любить. Это да. Так оно и бывает действительно. Этого нельзя отрицать. Но простите, никто никому не должен. Мужина не должен любить вас больше только потому, что вы так считаете. Либо тогда, если вы считаете, что мужчина должен больше любить, соответственно, он должен больше для вас делать, соответственно, он несет за вас больше ответственности, соответственно, он ведущий, а вы ведомы. И вы зависите от него во всем. Вы согласны? Так. Если да, то проблем никаких. Но вы же, наверное, не согласитесь. По вашему тексту, получается, что вы человек, ну, как минимум, любящий себя и, как минимум, не позволяющий как-то использовать себя, вытирать от себя ноги и так далее. И вообще-то говоря, это крайне что? Вообще-то говоря, это здорово. Вообще-то говоря, это прекрасно. То, что вы так к себе относитесь. Но причина, по которой вы считаете, что мужчина должен любить, для меня, кажется, неясной. И ее требуется объяснить, потому что ваша потребность влюбиться, ваша постоянная влюбленность в не тех мужчин, которые обращают на вас внимание, ваша, так сказать, влюбленность за поем, когда вы год за годом влюбляетесь в тех, кто на вас не обращает внимания, могут быть связаны с несколькими основными, на мой взгляд, причинами. Первая причина больше на поверхности, и она касается лично вас. Вам хочется, чтобы мужчины обращали на вас внимание, вам хочется чувствовать себя значимой, чувствовать себя необразимой, чувствовать себя привлекательной и так далее. Вам хочется мужчин завоевывать. Хорошо. Завоевывать мужчин. В этом нет ничего дурного, и в этом нет ничего плохого, но вам хочется завоевывать мужчин, пацанатом. Для того, чтобы самоутвердить, скорее всего. А это значит, что вы в себе сомневаетесь в чем-то, это значит, что вы чего-то недополучаете. Понимаете, вы говорите, я хочу влюбиться. Но нельзя хотеть влюбиться. Нельзя хотеть влюбиться. Можно просто общаться с мужчинами, с парнями. Можно иметь с ними отношения. Но влюбляться хотеть нельзя. Если вы хотите влюбляться, значит вам что-то нужно. Вы чего-то хотите достичь через эту влюблённость. Вопрос заключается в том, чего именно. Что вам не хватает? Что вы пытаетесь получить? Что вы ожидаете получить от влюблённости? Для чего на вам? Знаете, человек, который уверен в себе. Человек, который ведёт активную жизнь. Человек, который знает, чего хочет. Человек, который в себе уверен. Человек, который не занимается в себе, осознаёт свои плюсы, минусы, достоинства и недостатки. Человек, у которого не было никаких проблем и нет проблем. Он не знает любит образа, занимается своим делом и идёт по жизни к тем целям, которые сам себе станут. Либо у вас нет этих целей личностных, и вы стремитесь к осуществлению определённых социальных ролей. Либо у вас есть какие-то внутренние сомнения, проблемы, которые вы пытаетесь купировать за счёт этой самой влюблённости. Второй важный момент заключается в том, что у вас определённая специфика в отношении со всём. То есть, вот это вот, можно сказать, постоянное наблюдение, постоянное застремление, постоянная тягка с недоступным мужчинам, по-моему, имеет корень в отношении к осадцу. Ибо ваш отец вас недолюбил, то есть относился к вам холодно, с пренебрежением, не ценил вас, не одаривал лаской, любовью, нежностью. И вы через мужчин пытаетесь вот эту отцовскую любовь и заботу заполучить. Тогда нужно направить свои силы на работу с психотерапевтом, для того, чтобы, во-первых, понять отца, чтобы начать смотреть на него не с позиции ребёнка, а с повисцией человека, объяснить себе его мотивы и получить возможность и плотность для личностного роста, для вашего личностного роста, что очень важно. Либо, наоборот, ваш папа чрезмерно вас любил, и других мужчин вы воспринимаете именно через контекст его идеалов. То есть, идеал вашего мужчины – это ваша ответственность. И под этот идеал вы стремитесь подогнать всех мужчин. Опять-таки, почему? То дадим себе простой вопрос. Почему? Если это так, то почему это происходит? А происходит это потому, что вам нужно что-то, что давало вам отношение к отцову. То есть, отец, например, окружал вас любовью, заботой и защищённостью. Именно это вы хотите получить от любого молодого человека. Но проблема в том, что молодой человек – это не отец. И давать того, что давал вам ваш отец, он не будет, он не может, он не обязан это делать. Это вам нужно понимать. Ну, не обязан ваш отец давать вам то, что вы получали от своего отца. Ну, не обязан никак. Вот это вам нужно понять. И то, что давал вам ваш папа, стараться получить самостоятельно. Ну, вот, в принципе, и все. Чтобы не подгонять мужчин под свой идеал, который у вас есть. И стараться воспринимать каждого человека таким, какой он есть. Далее необходимо, то есть, вы отделяете, в данном случае, любовь от собственных желаний. Проводите грань между этими двумя схожими, но, тем не менее, различными категориями. Дальше. Вам необходимо определить, вам необходимо определить, какие мужчины, ну, или какой тип мужчин. Вам нравится. Какой тип мужчин вызывает у вас наибольшую симпатию? Иными словами, вам необходимо определить критерии отбора мужчин, чтобы понимать, с кем вы хотите быть. Но принимать этого человека таким, как он есть, и давать ему все, в чем он нуждается. То есть, любовь, это когда человек, в данном случае, вы, делает все возможное для своего возлюбленного, и тем самым, ну, как бы, испытывает ему симпатию. Симпатия и любовь, это когда человек хочет сделать счастливым. И вначале, это все-таки всегда определенная симпатия на уровне, вот, простого восприятия человека. Потом она может развиться, а может и нет. Ну, и определите для себя те потребности, которые вы удовлетворяете сейчас, что составляет ваш пыль с вашим молодым человеком. У меня случилось такое впечатление, что вы им пользуетесь, осознанно или нет, точно не скажу, но тем не менее. Вы им пользуетесь. Вот и подумайте, достоин ли ваш мужчина того, что вы им пользуетесь. По моему мнению, нет, но решать все же вам. Доброе место, если вы им пользуетесь, то то, что вы получаете от него в результате использования, нужно будет вам реализовывать самостоятельно для того, чтобы вы стать независимым от молодого человека, и понять, нужен ли он вам просто как мужчина. Не как носитель потребностей ваших, не как источник, точнее, удовлетворения ваших потребностей, а именно как человек, как саму цель, как ценность в себе. И если да, продолжайте с ним отношения, но уже на другом уровне, если нет, это не ваш мужчина. Только так можно ответить вам на ваш вопрос, и только так можно решить вашу проблему. Кстати говоря, вопросов вы не задаете. Вы просто говорите, дайте совет. А советов психологи не дают. К счастью или к сожалению, не дают психологи совет. Психолог может проанализировать ситуацию и дать вам рекомендации относительно того, что вам можно делать. Может помочь вам лучше понять себя. Но ни в коем случае не давать совет. Советы могут дать вам ваши друзья. Это совершенно определенно. Но не психологи. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.